МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все привет! В эфире телеканал «Объектор» программа «Ура! Каникулы» и я, ее ведущая, Лера Хлапова. Начать сегодняшнюю программу мне бы хотелось показывать сюжеты о том, как прошло торжественное открытие пришкольного лагеря. Напомню, что в этом году первая смена проходит на базе шестой школы, приуроченная на годы экологии называется «Зеленая планета». В лагере отдыхает 150 губкинских девчонок и мальчишек. Здравствуйте! 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 Мы рады приветствовать вас! Хорошее настроение и море эмоций. Такая атмосфера сегодня царила в спортзале шестой школы. Здесь прошло торжественное открытие первой смены пришкольного лагеря. Каждый отряд выбрал себе названия, которые были связаны с годом экологии. Юные экологи, защитники природы, друзья природы, друзья Ямала, лесная братва и цветик-самоцветик. Как дети поступили в пришкольный лагерь, мы начали подготовку к нашему празднику, потому что мы должны подготовить на высшем уровне, чтобы каждый отряд показал, насколько он эмоциональный, насколько он артистичен, приходилось ли работать каждый день. На открытии пришкольного лагеря присутствовали не только воспитанники и сотрудники лагеря. В числе приглашенных на мероприятие родители, представители управления образования, ГИБДД и администрации города. Хочу пожелать вам весело использовать, отдохнуть, провести время и набраться сил для новой, для дальнейшей учебы с праздником, с открытием лагеря. Каждый отряд продемонстрирует танцевальный номер, посвященный бережному отношению к окружающей среде. Мне очень понравилось это мероприятие. Я сегодня танцевала два танца. Танец с специальными ленточками для художественной гимнастики и танец бабочек. В прошлом году пришкольный лагерь работал до 4 часов дня. По результатам проведенного опроса среди родителей и воспитанников пришкольного лагеря, в этом году было решено продлить время нахождения детей в пришкольном лагере. В администрации города Губкинска выделены дополнительные средства, организовали дополнительное питание и продлина работа пришкольного лагеря до 6 часов. В пришкольном лагере ребята разного возраста, но это не мешает им дружить. Весело проводить время, открывать в себе таланты, учиться самостоятельности, взаимовыручки и помощи друг другу. 6 июня вся страна отметила день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Его называют основоположником современного русского литературного языка. Произведения поэта объединяют людей всех возрастов национальности и переводятся на десятки языков мира. И несмотря на то, что его произведения трудны для перевода, у Александра Пушкина есть почитатель во всех уголках нашей планеты. Далее несколько интересных фактов из биографии Александра Сергеевича Пушкина. Александр Сергеевич Пушкин – персона столь же интересная, сколь и неординарная. Интересных фактов из жизни Пушкина можно набрать вагон и маленькую тележку. Итак, 10 интересных фактов об Александре Пушкине. Пушкин помнил себя с 4 лет. Он несколько раз рассказывал о том, как однажды на прогулке заметил, как колышется земля и дрожат колонны. А последнее землетрясение в Москве было зафиксировано как раз в 1803 году. Прочитав сказку Ершова «Конёк-горбунок», Пушкин решил больше никогда не писать сказки. А в знаменитый лицей Пушкин, оказывается, поступил по блатам. Лицей основал сам министр Спиранский. Набор был невелик – всего 30 человек. Но у Пушкина был дядя, весьма известный и талантливый поэт – Василий Львович Пушкин, который был лично знаком со Спиранским. В списке успевающих учеников, которые подготовили к выпускному вечеру, Пушкин был вторым с конца. Перед последней своей дуэлью Пушкин спросил жену, «По ком ты будешь плакать?» Ответ был гениально прост – «Потом, кто будет убит?» Еще у Пушкина были карточные долги и довольно серьезные. Он, правда, почти всегда находил средства их покрыть. Но, когда случались какие-то задержки, он писал своим кредиторам злые эрбеграммы и рисовал в тетрадях карикатуры на них. Однажды такой лист нашли, и был большой скандал. Пушкин во время путешествия всегда возил с собой золотой наперсток. Нужен он был ему для того, чтобы не сломать большой ноготь на мизинце. Пушкин не любил стоять рядом со своей женой. Он стеснялся своего маленького роста, но не терял присутствие духа и подшучивал над этим. Всем известно, что Пушкин погиб на дуэли. Поэт был на язык острый, и тогдашнее знать, в кругах которой он вращался, дерзких шуток недолюбливало. Поэтому вызывало Пушкина на дуэль неоднократно. Вызов Дантеса, ставший в карьере Пушкина заключительным, был как минимум 21. И напоследок забавный факт, который, правда, не имеет отношения к собственной биографии Пушкина. В Эфиопии несколько лет назад поставили памятник Пушкину. На красивом мраморном постаменте высвечены слова нашему поэту. Пушкинский день отметили во многих городах. В этот день проходит много разных культурных мероприятий, посвященных творчеству великого поэта, литературе и русскому языку. В Губкинском также отметили день рождения поэта. В день рождения великого поэта Александра Сергеевича Пушкина сотрудники библиотеки решили выйти на улицы города для того, чтобы провести акцию «Поэтический подиум». А сможете ли вы прочитать произведение Пушкина прямо сейчас? Мы спрашиваем у людей, помнят ли они о Александре Сергеевича Пушкине, о том, что у него сегодня день рождения. Любят ли они его произведения, читают ли сказки детям на ночь, рассказывают ли сказки, читают ли вообще произведения Пушкина. Мы, конечно, хотим, как сотрудники библиотеки, чтобы не забывали такого великого поэта, читали постоянно, приглашаем их к себе, чтобы они брали на книги, читали, изучали, рассказывали сказки детям. То есть не забывали Пушкина. Нарядившись сказочных героев из произведений Пушкина, сотрудники библиотеки совместно с волонтерами из шестой школы также предлагали жителям нашего города отгадать кроссфорд. Вопросы в сканворде были легкие, ничего сложного не было. Многие отвечают на вопросы с удовольствием. Ну, некоторые как-то тушуются, но потом все равно подходят, заинтересовываются. Вот кроссворды разгадывали по творчеству Александра Сергеевича. Дети интересуются. Книжки же у нас яркие, красивые. Мы, конечно, тут же всех в библиотеку приглашаем. Пока одни желающие отгадывали кроссворд по сказкам Пушкина, другие губкинцы могли взять книгу и прочитать отрывок из своего любимого произведения, написанного этим великим поэтом. Ты под окном своей лице горюешь будто на часах и медлит по минуты спицы в твоих наморщенных руках. Глядишь в забавные ворота, на черных удаленных путь, в тосках предчувствия заботы тесняю твою сейчасную грудь. Сижу за решеткой в темнице сырой, сковленный в неволе орел молодой. Мой грустный товарищ, махая крылом, кровавую пищу клюет под окном. Как выяснилось в ходе акции, жители нашего города знают и любят великого поэта, а также с удовольствием читают его произведения. Потому что у него интересные рассказы, стихи, сказки. Я помню сказку о золотой рыбке, о цареже салтане. Интерес и почтение к поэтическому слову Пушкина огромны. Любовь и ненависть, радость и печаль, красота и грусть, вся жизнь поэта, весь дух эпохи нашли отражение в его творчестве. На сегодня все включайте телевизор ровно через неделю в это же время. И я вновь расскажу вам, как проводят каникулы губкинские ребята. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова